Привет, друзья! С вами Антон Звягинцев и сегодня мы будем обозревать и тестировать скейтборды от бренда Plank. В этом сезоне Plank подготовили нам 8 моделей скейтборда. Сейчас про каждую я вам расскажу, посмотрим их характеристики, посмотрим дизайны, а также одну из этих дощечек мы раскатаем в скейтпарке. Так что, поехали! Но перед началом нашего обзора, ребят, напоминаю то, что всю продукцию Plank, все скейтборды вы можете приобрести по скидочке в Zebor Shop. Ссылочка будет в описании, заходите, не забывайте вводить промокод TONY, потому что смотрите меня на ютубе, и катайтесь уже в этом сезоне. Так что, если хочешь скейтборд, то на Zebor Shop. Поехали! Ребят, первое, с чего начнем, это то, что все характеристики этих скейтбордов одинаковые. Plank заботится о вас, то есть эти доски предназначены именно для тех, кто хочет впервые встать на скейт, кто не знает, какую ширину доски ему выбрать, какие колеса, какие подшипники, какие подвески. Он хочет просто взять, поехать или покруизить по городу, или научиться делать базовые трюки в скейтпарке, или даже небазовые. Это мы сегодня также и протестируем. Поэтому вам нужно выбрать только из дизайнов, а дизайнов у нас тут целых 8 штук, поэтому в любом случае что-то интересное вы для себя найдете. Также к каждому скейтборду идет дополнительно вот такой вот стикер-пак. Я его сейчас распаковывать не буду, посмотрите его сами, но это классный бонус при получении своего первого скейтборда. Давайте сейчас на модели пак пройдемся по характеристикам, а дальше уже пройдемся по всем дизайнам и отправимся уже наконец-таки кататься в скейтпарке. И кстати, дощечку, которую сегодня будем раскатывать, мы будем разыгрывать, так что не забудьте досмотреть это видео до конца, чтобы узнать условия, чтобы получить свой скейтборд. Размер всех скейтбордов, золотая середина, восьмерка. Это самый оптимальный вариант для всех, независимо какая у вас там стопа, там 40 размер, или там 35, или там 44, восьмерка для вас будет самым оптимальным вариантом, чтобы научиться кататься и в дальнейшем прогрессировать. Что касается колес, колеса у нас тут 52 миллиметра с жесткостью 102А, что идеально подходит именно для скейтпарка, кататься по бетону, кататься по асфальту и выполнять трюки. Подшипники здесь установлены ABX7, то есть накат у этих подшипников также будет хороший, но сразу, ребят, скажу то, что вначале вам нужно будет пару дней их раскатывать, потому что смазка новая, и когда вы их раскатаете, они будут крутиться очень хорошо, и у вас будет хороший накат. Что касается подвески, подвеска у нас 5,25, то есть самый оптимальный вариант именно для восьмерки, и жесткость бушингов 92А, что также является золотой серединой в скейтбординге, то есть если вы там весите 50 килограмм или там даже под сотку, то вам отлично эти бушинки будут подходить. Главное, ребята, перед началом катания на скейтборде, настройте свой правильный скейтборд. Ну, еще когда пойдем в скейтпарк, я вам все это подробнее расскажу. Конкеев всех скейтбордов здесь одинаковый, то есть это у нас средний конкеев, который также отлично подходит, чтобы научиться кататься и делать трюки. Ну и шкурка, шкурка здесь также цепкая, хорошая, не сильно гриповая, то есть вы не сотрете свои тапки за первое катание, но и также она не сотрется сама, если вы будете делать трюки. Поэтому это хороший, оптимальный скейтборд для того, чтобы взять и поехать учиться делать олли, шаф, кикфлип, ванетти, там, не знаю, всю скейтовую базу, а также в стрите. Давайте теперь пройдемся по дизайну. Так, как я и говорил, это у нас включается пак, вот такая вот собачка, это уже у нас из новенькой модели, тоже весьма необычный дизайн, вот такая вот у нас барышня. Для поколения постарших, например, кто-то раньше катался и решил начать кататься заново, мне кажется, такой дизайн вообще залетит нормально. Следующий дизайн, который я очень люблю, это вот такой вот котик, это, кстати, по-моему, модель то ли 19-го, то ли 20-го или 21-го года, вообще не помню, но это не старая доска, это просто перевыпуск в этом сезоне. То есть доска максимально свежая, новая, но решили, что котик всем понравился и его очень хорошо разбирают, все катаются, в общем, мне этот дизайн вообще прям заходит. Вот этот скейтборд под названием Pantone, он немножечко отличается от всех скейтбордов, то, что здесь слои прокрашены. По своим характеристикам это никак не влияет, то есть я не могу сказать, что эта доска будет намного прочнее, или у меня там будет лучший щелчок, или будет доска меньше стираться. Нет, в принципе, все тут точно такое же, как и на Pagy, на всех остальных досках, но они решили закастомизировать и в цвет дизайна сделать еще прокраску каждого слоя. То есть каждый слой прокрашен, потом все спрессовывается, склеивается, и у вас получается вот такой вот Pantone Skate. Так что, если вы хотите себе скейтборд, чтобы он очень красиво стирался на тейле, это отличный для вас вариант. Следующая модель под названием Infinity, это модель этого сезона, и вот она отличается от других немножечко другими характеристиками. Например, здесь установлены болты не шестигранники, а мои любимые под крестовую отвертку. Также у нас подвеска белая, колеса белые, и есть еще дополнительно проставочка. Вот такая вот проставочка, и проставка эта прорезинена. И мне что-то кажется, что я буду раскатывать сегодня именно эту доску, потому что она реально такая, знаете, как белая ворона среди всех черных подвесок. Следующая доска с прикольным дизайном, вот с таким вот енотиком. Достаточно яркая, кайфовая, мне нравится. В принципе, те, кто любит животных, те, кто любит енота, для вас доска, взял, поехал, катался. Конечно, жалко делать бордслайды по нему, но что поделать, ребят, это доска, на которой вы будете учиться делать трюки. Поэтому никогда не гонитесь прям сильно за рисунком, всегда гонитесь за качеством доски. А качество доски у Plank очень хорошее. Следующая доска под названием Retro, вот с таким вот дизайном. И, ребята, кстати, забыл упомянуть то, что принт очень хорошо нанесен на доску. То есть никаких пикселей, никакая-то не наклейка. Это рисунок, все пролакировано, поэтому даже если, как я говорю, будете там делать порслайды, слайды, да, он будет стираться, но не сразу, знаете, как наклейка у вас оторвется и все. Нет, здесь все прям идеально, хорошо наклеено, поэтому за качество рисунка Plank также отвечает, и тут все максимально четко. Ну и финальная, восьмая модель под названием Lollipop. Вот такая вот цветная радужная конфета. С другой стороны у нас написано Plank Board. В принципе, все максимально круто. Мне нравится, офигенно. Но, но раскатывать мы будем Infinity. В принципе, тут без разницы, какую раскатывать, они все одинаковые, все свежие, все характеристики идентичны. Но мне хочется на новеньких беленьких подвесках покататься, так что let's go в парк. Поехали. Ну что, ребята, мы в скейт-парке, скейт-парк авангард, достаточно небольшой такой вытянутый парк. Здесь мы сейчас делаем всю флэтовую базу на наши дощечки от бренда Plank, а потом уже сделаем трючки в стрите, не знаю, там, прыгаем со ступенек, проскользим по перилке и пограем в боксу. И, кстати, напоминаю то, что эту дощечку мы будем разыгрывать, так что условия конкурса, как вы всегда все знаете. Подписаться на мой канал, поставить максимальный экстремальный лайк и написать комментарий, главное, неплохой. Все, поехали, кик-флип. Слушай, хороший щелчок, прям выщелкивает. Так, а ну-ка, heel-флип. Ну это я не уехал, ряду. Воу. И, кстати, ребята, как говорю про бушинги, здесь стоят у нас 92, я немножко подзатянул их под свой вес, а я вешу, получается, 69 килограмм. И, в принципе, нормально. И колеса. Хорошо. Так, поехали, треха. Слушай, а может дабл треху? Плача обычно, а потом дабл треху. Погнали, треха на планке. Кривоватая, но это значит, что мы сейчас делаем дабл треху. Дабл трешка. Могу сказать, ребята, что это не самый базовый трюк. Это уже более сложный трюк, но доска хорошо справилась. Так, ну раз дабл треху сделали, сейчас еще дабл флипщик. Мой любимый. Оп. На мену. Ребят, на этой доске можно реально делать все флипы. Вот я буквально за 10 минут сделаю. И дабл треху, и дабл флип, и кикфлип, и хилл флип. Ладно, фейки бигфлип еще. Я думаю, ребят, что с флэт базой доска полностью справилась. Мне нравятся все трюки, которые я хочу, я сделал. Конечно, из-за того, что парк цветной, колеса становятся грязные. Но ничего страшного. Давайте теперь ее проверим на Олле. Прыгнем со ступенек. А потом пойдем, подсказим по трубе и по грани. Гоу. Слушай, доска кайфово прыгает. Мне очень нравится. Дадим ей шанс, и мне флипу. Посмотрим. Ну, окей. Условно, давайте пять попыток, и пойдем дальше. Ну, это была третья попытка. Сейчас попробуем на пятой. Ой, сейчас попробую на четвертой. Думаю, что спот закрыт. Пацаны, понравилось вам? Да. Точно? Давай, давай, Квачок. Давай, давай. Давай, давай. Переходите на скейтборд. Классный доски планк берите. Так, ну что? Демоч урон по нескольким трюкам во флэту и со ступеней. С доской. Все максимально нормально. Теперь давайте сделаем борт слайд. Фифти-фифти. И можешь по той наклонке борт слайд вниз. Гоу. Так, ну что? По рисунку у нас в принципе все окей. Немножечко стерся, но полностью до древесины не дошел. Так что, ребята, можно раскатывать, хотя это было там один борт слайд. Поэтому давайте теперь фифти-фифти сделаем. Спот закрыт. Так, ну что? Мы сделали флэт-трюки. Мы сделали трюки со ступеней. То есть а-ля стрит. Мы сделали парковый борт слайд по периле. Фифти-фифти флип-аут по грань боксу. Финальное, что нам осталось, это проверить, как отрабатывает подвеска на мэнуле. Ну и сами колеса. Но я могу сразу уже сказать, все окей. И подшипники я уже, смотрите, почти раскатал. Нужно еще раскатать их, и они будут вообще крутиться очень-очень быстро. Ну что, друзья, дощечка меня не подвела. Все круто. Планк молодцы. Огромный респект. Если хотите приобрести эту дощечку и другие доски Планк, то заходите по ссылочке в описании на TheBardShop. Вводите промокод TONI. Забирайте этот скейтборд еще дешевле. Ну и так же, как и обещал, мы эту доску будем разыгрывать. Она никак не сломалась, не треснула. Все с ней максимально хорошо. Условия, как всегда, максимально простые. Подписаться на мой канал, поставить максимальный экстремальный лайк, оставить любой комментарий. И в нашем телеграм-чате скейтбординг массы вы узнаете победителя. И будьте кататься на этой доске, я ее уже немножечко, так сказать, прокачал. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Антон Звягинцев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте максимальный экстремальный лайки. И увидимся на споте. До новых встреч. Пока-пока.